здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы меня зовут татьяна и в этом видео я предлагаю вам прослушать статью из журнала здоровье номер 10 за 1976 год статья называется элениум сидуксен автор а.с. лопатин кандидат медицинских наук руководитель всесоюзного центра по изучению побочного действия лекарственных средств минздрава ссср с появлением в медицинской практике транквилизаторов успокаивающих средств сначала мипробомата и элениума на потона а затем и сидуксена диазепама удалось побороть некоторые ранее не поддававшиеся лечению болезней прежде всего так называемые фобии состояние страха избыточного волнения страдающие таким недугом чрезвычайно боятся появление сердечного приступа хотя их сердце здорово приступа бронхиальной астмы которые у них нет боятся внезапно умереть и даже прогулки по улице поездки в транспорте вызывают у них тревогу страх перед возможностью внезапного ухудшения здоровья настолько силен что действительно учащается сердцебиение возникают вегетососудистые расстройства сопровождающиеся неприятными ощущениями такие больные нередко годами не выходят на улицу месяцами лежат в постели не имея никаких болезненных изменений во внутренних органах причины возникновения болезненных страхов различны но прием элениума и седуксена во всех подобных случаях приносит облегчение в чем же дело почему ранее неизлечимые болезни отступили перед танквилизаторами медицина впервые медицина впервые получила лекарства способные успокаивать больного устранять отрицательные эмоции принимая их больной меньше волнуется становится спокойнее уравновешение не испытывает чрезмерного страха тревоги более того появляется критическая здравая оценка своих действий и состояние здоровья но благо превращается во зло если препараты начинают принимать бесконтрольно без показаний просто для успокоения в различных жизненных ситуациях или как снотворное известно что тревога беспокойство гнев это нормальные физиологические состояния на которых базируется безусловный оборонительный рефлекс с помощью таблеток мы научились держать отрицательные эмоции но всегда ли должны пользоваться этим достижением ведь она предназначена для снятия патологических отрицательных эмоций они физиологических нормальных соседней квартире слышится крик женщины типа ширит пьяный муж естественная реакция необходимо вмешаться прекратить скандал вызвать милицию отрицательные эмоции тревога за женщину гнев играют положительную роль заставляют действовать самого нерешительного человека но иногда в подобных ситуациях люди искусственно подавляют свои благие порывы принимают таблетку элениума спокойно ложатся в кровать и засыпают беззаботным сном не правда ли при таком конфликте успокаивающие таблетки оказывают отнюдь не лечебное действие то о чем я рассказал особое если можно так назвать антисоциальное побочное действие элениума сидуксена но существует побочное их действие и медицинского характера вернемся к людям которые принимают мипробомат элениум сидуксен и другие транквилизаторы по назначению врача это те кто страдает определенными функциональными расстройствами нервной системы речь идет о реактивных состояниях неврозах истерии психопатиях психосоматических нарушениях и некоторых невротических состояниях в этих случаях эффективность транквилизаторов отчетливо выражена к сожалению получив облегчение восстановив душевное равновесие больные не торопятся расстаться с препаратами у некоторых вырабатывается психологическая зависимость от них и они продолжают принимать таблетки вопреки запрету врачей на всякий случай у таких пациентов чаще всего возникают различные побочные явления вот один наиболее типичный пример у пенсионера ему 68 лет после смерти жены появилась в кавычках предчувствие смерти бессонница сердцебиение одышка врач назначил ему элениум по таблетке три раза в день и другие необходимые средства через две недели пациент почувствовал себя хорошо и врач отменил элениум однако больной теперь уже по собственной инициативе продолжал принимать этот препарат регулярно только чуть уменьшив дозировку по две таблетки в день приняв таблетку элениума действовал более уверенно меньше волновался не беспокоился за свое здоровье принимая элениум примерно год чувствовал себя здоровым но затем стал отмечать повышенную утомляемость слабость чаще чем раньше одолевала сонливость хотелось полежать по поводу этих расстройств к врачу не обращался и считая элениум совершенно безвредным продолжал принимать его ну вот появились более серьезные нарушения мышечная слабость запоры ночное недержание мочи ослабление памяти врач которому он теперь обратился категорически запретил прием элениума назначил тонизирующую укрепляющую терапию побочные явления при лечении транквилизаторами отмечены не только при длительном их приеме встречаются люди с повышенной чувствительностью к этим препаратам у них возникают различные аллергические реакции например у женщины 48 лет через 40 минут после первого приема двух таблеток мипробомата началась головная боль тошнота озноб лихорадка кожный зуд и сыпь снизилась артериальное давление все эти нарушения исчезли через 6 часов под влиянием специальной терапии после приема транквилизаторов часто возникает сухость во рту изменяются вкусовые ощущения ощущается сонливость общая слабость это не опасно если лечение проходит под внимательным контролем врача который в случае необходимости легко устраняет такие явления вывод как мне кажется напрашивается сам применение транквилизаторов эффективно безвредно и безопасно когда проводится строго по показаниям и под наблюдением врача в этих случаях препараты с оригинальным терапевтическим спектром действия принесут истинное излечение многим больным конец статьи если вам понравилось видео пожалуйста поставьте лайки подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик чтобы не пропустить выход следующего видео благодарю вас за внимание и до новых встреч на канале полезные советы